Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Катунь-24 и в студии Дарья Вялкова. В начале выпуска коротко о главных событиях. Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в краевой столице. Об этом в выпуске. Сразу на пяти участках Чуйского тракта. Сейчас проводят капитальный ремонт. Подробности через несколько минут. Сегодня в Барнауле прошла торжественная церемония открытия 24-го Всероссийского шукшинского кинофестиваля. О том, как это было, смотрите далее. Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в краевой столице по адресу улица Беляева, 14. В здании будет 70 квартир, 50 из которых городская администрация может потенциально выкупить для нанимателей. Если собственники жилья могут получить денежную компенсацию в случае признания дома аварийным, то с нанимателями ситуация сложнее. У них есть право пользования площадями, но они не могут продать или обменять квартиру. Муниципалитет должен предоставить ему равноценное жилье, обычно до 22 квадратных метров. На рынке таких предложений практически нет. К этому дому привело наше соглашение с компанией «Союз» в лице Владимир Николаевича о том, что именно в этом доме мы просмотрели ту возможность, о которой я сказал. Это небольшие квартиры, с учетом той квартирографии, в которой проживают сегодня люди, в домах, которые признаны аварийными. Заложили этот дом, начинаем его строить. Застройщик спроектировал дом под потребности программы переселения. Уже заложен фундамент. Завершить строительство планируется во втором квартале 2024 года. Муниципалитет выкупит квартиры для переселенцев, если будут соблюдены все конкурсные процедуры, предусмотренные законодательством. Для нас, строителей, поставлена такая задача. Вот есть конкретный человек, под конкретного человека надо построить квартиру. Но вы сами понимаете, что в панельном исполнении, максимально комфортном с точки зрения цены, это сделать весьма непросто. Но мы обязаны это делать, в конце концов. В Барнауле не расселено около 200 аварийных многоквартирных домов. В них проживает больше 3,5 тысяч человек. В этом году барнаульская администрация выделила более 2,2 млрд на расселение горожан из ветхого жилья. Сразу на пяти участках Чуйского тракта проводят капитальный ремонт. Трассу расширяют с двух до четырех полос. Два объекта обновляют в Тальменском районе. 7-километровый участок автодороги сдадут в ноябре этого года. Рабочим осталось выполнить покрытие трассы, поставить ограждения, дорожные знаки, пешеходные переходы и остановочные узлы. В рамках развития инфраструктуры этот объект имеет очень большую социальную значимость, потому что соединяет крупные населенные пункты, а также разгружает данный участок, потому как до этого это была третья категория дороги и большая аварийность в том числе здесь присутствовала. Расширение трассы повысит ее пропускную способность и обеспечит комфортный проезд для туристов и жителей региона. Второй объект – 8-километровый участок трассы. Капитальный ремонт здесь начали в мае. По словам специалистов, дорожники выполнили около 40% от числа всех работ. Комплекс работ по капитальному ремонту у нас входит, в первую очередь, это, конечно же, расширение существующей дороги до 4-х полос в каждом направлении, устройство двух разработанных петель, устройство, разделяющее барьерное ограждение по оси дороги, выполненной в металле. Обустройство – это в части установка новых знаков, установка сигнальных столбиков, установка разметки. Также присутствует объем работ по устройству освещения. Два участка Чуйского тракта уже открыли после капитального ремонта. Добавлю всего, за дорожно-строительный сезон расширили 27 километров федеральной дороги. А к концу года капитальный ремонт начнут еще на 30 километрах трассы. Все работы по реконструкции Чуйского тракта завершат к 2024 году. Дарья Коншина, Дмитрий Козерлыга. Новости. В Краевом правительстве прошла пресс-конференция на тему экологии региона. На вопросы журналистов ответил министр природных ресурсов Андрей Стрелковский. Среди основных тем – пожароопасный сезон. За этот год затраты на ликвидацию лесных пожаров были превышены почти в три раза. Потребовалось 25 миллионов рублей. Проблемная территория – юго-запад Алтайского края. Там в двух районах от возгорания пострадали больше 1 тысячи гектаров. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Стрелковский, лесные пожары тушат 52 комплекса и почти 300 машин. По его мнению, погодные условия в этом году усугубили ситуацию. Была очень малоснежная зима. И на территории этих районов юго-западной части, вы не поверите, но там до июля месяца не выпало ни капли дождевых осадков. То есть страшная сушь стоит в лесу. То есть температурный режим в некоторые дни поднимался. И в частности, когда происходил пожар в крупном угловском районе, температура воздуха поднималась до 43 градусов. Это только воздуха в тени. А что происходило на почве, только можно представить. Еще одна тема, которую обсудили на пресс-конференции – строительство пяти мусоросортировочных комплексов. Андрей Стрелковский сообщил, что власти края ждут заявки от инвестора, чтобы объявить конкурс на заключение договора для их возведения. Напомню, в июне этого года правительство Алтайского края подписало соглашение с компанией «Российский экологический оператор» и частным инвестором о создании комплексов по переработке твердых коммунальных отходов. Инвестора выберут с учетом стоимости объекта, скорости его строительства, а также соответствия требованиям законодательства. В связи с тем, что хороший комплекс стоит хороших денег, а это приблизительно на объект, который бы перерватывал до 100 тысяч тонн, это необходимо как минимум 2,5 миллиарда рублей. Соответственно, таких инвесторов на территории Российской Федерации их очень мало. Они, можно сказать, единичные. В связи с тем, правительство Алтайского края обратилось в ППК РЭО, что о возможности их тоже помочь нам найти данных инвесторов. А я перейду к другим темам. Жители краевой столицы, которые топят свои дома углем, теперь имеют право на компенсацию. Об этом сообщают в городской администрации. Барнаульцам предоставляют выплату за уголь, который они приобрели после 1 июня этого года. Ее размер – это разница между стоимостью топлива, за которую гражданин его приобрел, и расчетной платы. Она определяется, исходя из цен, действующих до 31 декабря прошлого года с учетом передельного индекса 6,7%. Право на компенсацию есть у собственников домов с печным отоплением и у нанимателей жилого помещения. Подать заявление на получение выплаты можно в городском комитете по социальной поддержке населения или в МФЦ. Список необходимых документов опубликован на официальном сайте Барнаула. Более 13 тысяч пожилых людей и инвалидов Алтайского края получили помощь социальных работников в этом году. В нашем регионе этим занимаются сотрудники из 22 комплексных центров. Обслуживание на дому уже получили около 8 тысяч человек. Социальные работники приходят два раза в неделю. Они помогают в приготовлении еды, покупке лекарств и уборке дома. Жители Центрального района Барнаула смогут бесплатно проверить здоровье. Врачи Центра медицинской профилактики организуют мобильные пункты. Медики будут работать два дня. 21 июля с 10 утра до 15.00 в поселке Черницком на базе ФАБа, улица Новостройка 2А. 22 июля с 9 утра и до 15.00 в микрорайоне Булыгина, улица Кутузова, 18. Врачи возьмут кровь на анализ, измерят давление и проведут ЭКГ. Обследования помогут диагностировать хронические и неинфекционные заболевания, такие как гипертония, глаукома и сахарный диабет. Горожане получат консультацию терапевта, который даст индивидуальные рекомендации. Для прохождения бедосмотра необходимо при семье иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Только что закончилась торжественная церемония открытия 24-го Всероссийского шукшинского кинофестиваля. Почетные гости, среди которых артисты, режиссеры, сценаристы, продюсеры и писатели, прошлись по красной дорожке перед Краевым театром драмы. А на большой сцене прошла концертная программа. Какие еще события фестиваля ждут броноульцев сегодня, расскажет моя коллега Юлия Шаламова. И прямо сейчас она работает на площадке. Юлия, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Дарья. Церемония открытия кинофестиваля только что завершилась. Для тех, кто не успел купить на нее билеты, организовали трансляцию на большом экране перед театром драмы. Для удобства зрителей здесь установили лавочки, и эта площадка еще пригодится сегодня организаторам фестиваля. Ведь здесь, прямо сейчас, начнется программа конкурса короткометражного кино. В этом году на него поступило больше 200 заявок, однако экспертное жюри отобрало только 10 работ. Среди них фильм «Авака», который и откроет фестиваль. В этом году он стал победителем другого фестиваля «Кинолес», который проходил в Санкт-Петербурге. Председателем экспертного жюри стал Михаил Кулунаков, режиссер из Республики Алтай, который уже становился победителем Шукшинского фестиваля в 2010 году. Продолжительность фильмов от 6 до 30 минут. И для тех, кто не успеет посмотреть их сегодня, программы повторят и завтра. С подробным планом мероприятия Шукшинского кинофестиваля можно познакомиться на сайте регионального министерства культуры. На этом у меня все. Я передаю слово студии. Дарья. Спасибо, Юлия. А я добавлю, возрастные ограничения для фильмов участников программы «Короткого метра» 6 и 12+. Открытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни» на Алтае в Барнауле традиционно провели у памятника писателю. Участие в церемонии открытия фестиваля приняли писатель Василий Авченко из Владивостока и Алексей Пурин из Санкт-Петербурга. А также артисты Иван Кокорин, Мария Бурляева и Олеся Судзиловская. Олеся обратилась к жителям Алтайского края и поблагодарила за гостеприимство. Спасибо вам за ваши характеры, за то, что вы при всем дружелюбии, открытости, такой внимательности, радушии, в вас чувствуется стержень. И надо сказать, что как только ты не искренен, ты приезжий, я имею в виду, тут же створки общения закрываются и нужно понимать, что эта доза для тебя все закончена. Открытие фестиваля традиционно сопровождалось выступлениями барнаульских творческих коллективов и выставкой-ярмаркой алтайских мастеров. Также организаторы подготовили для гостей фестиваля тематическую фотозону. Шукшинские дни на Алтае продлятся до 23 июля. В это время в регионе пройдут творческие встречи с артистами, писателями и режиссерами. Возможности развития регионального кино обсудят в Барнауле участники Шукшинского кинофестиваля. 20 июля за круглым столом соберутся режиссеры, сценаристы и продюсеры. Почетными гостями встречи станут отечественный секретарь Союза кинематографистов России и генеральный директор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин, а также президент гильдии сценаристов и автор научно-популярных программ Алексей Олешковский. Участники встречи оценят перспективы развития теле- и киноиндустрии в нашем регионе, договорятся о сотрудничестве со столичными творческими союзами, а также обсудят возможность создания собственной киномиссии в Алтайском крае. 3D-кинозалы появятся в селах Первомайская и Панкрушиха до конца года. Их разместят в домах культуры, райцентров при поддержке фонда кино. Каждый кинозал оборудует на 9 миллионов рублей. Деньги выделят из федерального бюджета по нацпроекту «Культура». Такие кинозалы создают в населенных пунктах, где живет до 500 тысяч человек. В Алтайском крае открыто уже 16. Например, в Олейске, Славгороде, Яровом и Заринске. Сегодня 129 лет со дня рождения бунтаря русской литературы. Поэт, актер, художник и режиссер Владимир Маяковский родился 19 июля 1893 года. Его творчество не затерялось во времени и стало частью школьной программы. А вспомнят ли барнаульцы строки и стихотворения Маяковского? Я волком бы выгрыз, к демократизм, к мандатам почтения нету. К любым чертям, с матерями катись, любая бумажка, но эту и так далее, еще много знаю. А как вы относитесь вообще к его творчеству? Вы знаете, это наша классика, это наша история. Историю всегда мы должны знать. Прекрасно отношусь к творчеству Маяковского, но не вспомню, правда. Крошка, сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Достаю из широких штанин. Что-то такое бесценного груза. «Смотрите, завидуйте, я гражданин Советского Союза». Вы знаете, я иногда вот когда читаешь вот что-то такое, его вот эти вот рубленые фразы, так удивляешься. Вот, а так как-то, ну, тяжело очень для понимания. Нет, мне стихотворение его нравится, а вот это, строчки не вспомним. Я слишком давно с художественной литературой не встречался, поэтому извините. Про паспорт советский, что у него паспортина в штанах. Больше ничего, он же, стихи-то такие у него же были, трудно запоминать. Ну, хороший поэт такой. Дочница была в школе. Самая популярная. Вы меня просто немножко в шок вели, поэтому я немножко как-то растерялась, поэтому. Я достаю из широких штанин дубликатор бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. К сожалению, это совершенно не мой любимый автор. Мне он, кстати, нравился всегда, когда я училась в школе, но сейчас не вспомню. Дом, улица, фонарь, там аптека, это же не его история. Про лошадь он что-то там писал. Ну, не вспомню. Нет, не паспорт, конечно. Давайте левый марш. Разворачивайтесь в марше, словесное не место кляузе. Тише, ораторы, ваше слово. Ваше слово, товарищ Маузер. Вот так. Детство – территория закона. Профильная смена для школьников из отрядов правоохранительной направленности прошла в Егоревском районе. Физическая подготовка, соревнования и занятия с сотрудниками полиции. У ребят не было времени на скуку. Дети научились изымать следы преступления на месте происшествия, опознавать человека по отпечаткам пальцев рук и составлять словесный портрет человека. Для школьников провели мастер-классы по методике раскрытия преступлений, приемам самообороны и оказанию первой медицинской помощи. Полицейские и кинологи Рубцовского отдела МВД России устроили показательные выступления. Машбросок. Мне прям очень понравилось. Прямо стали как-то сплоченнее, потому что там все вместе. Там где-то помог, где-то подсадил. Также мне понравилось еще задержание бандита, когда надо было провести следствие и найти человека, который украл машину. 73 ребенка приехали на смену. Это кадеты и старшеклассники со всего региона. К ним присоединились воспитанники специализированного учреждения закрытого типа из Камня-на-Аби. Организаторы смены – Краевое управление МВД России и Министерство образования и науки региона. Телеканал «Катунь-24» запускает подкасты. Это аудиоэфиры, которые можно слушать в любое удобное время. Первый подкаст – это разговор с экспертами «Катунь-лайв-здоровье». Послушать запись можно на странице «Катунь-24» ВКонтакте, в сервисах «Яндекс.Музыка» и «Кастбокс.ФМ». К этому часу у меня все новости. Больше новостей смотрите на нашем официальном сайте «Катунь-24». До свидания.